Всем привет, с вами снова Лакмус, я продолжаю проходить Моровинт и мы находимся в руинах под Мурнхолдом. В предыдущем эпизоде мы поучаствовали вот в этой битве эпичной и даже покустились вот на эту дверцу, но я тут пробежался между записью и выяснил, что нам нужно в другую сторону все-таки, здесь я немножко ошибся. Также в предыдущем эпизоде произошло повышение уровня и сегодняшнюю запись я пожалуй начну именно с этого, отдохнем и повысим уровень. По большому счету разницы между, разницы во врагах между той и этой стороной нет, что там центурион и что здесь, но вот этот путь правильный, то есть нам сюда. Давайте сохранимся, я наверное использую амулетик наш, амулет теней. И посмотрю, что там, да, ну здесь у нас лучник снова. Пожалуй я шарошу его огнем. Одного заклинания должно быть достаточно. Да, также смотрим здесь, здесь у нас не опасный паучок. И смотрим сюда. Что у нас здесь? Здесь у нас еще один лучник. Даже два лучника. Может не хватить эффекта. Может не хватить. О нет, это обычный центурион. Не лучник. Так, ну и вернемся немножко назад. Врагов мы убили, но не осмотрели содержимое ящиков и прочее. Интересное. Так, зал плаща. Нам по-моему туда не нужно. Если я не ошибаюсь. Так, отсюда мы пришли. В общем-то, может быть и не стоило возвращаться. Здесь тоже ничего ценного нет. Пустая совершенно комната. Что ж. Пойдем тогда вниз. Зря я вернулся, конечно. Сохраняемся. Я так подозреваю, что без фейлов в этом эпизоде не обойдется, потому что лучники эти очень круты и с одного удара меня выносят, как мы знаем. Какой-то ключ. Давайте подберем. Здесь у нас кузница Родака. Ммм, да. Давайте посмотрим, в принципе, что нам мешает. Так же используем амулет. Хотя есть еще другой способ. Можно нажраться наших вот этих вот зелий. Я думаю, штучки три нам вполне хватит. и посмотрим, что там нас ждет, поджидает. А здесь еще один лучник, как я понимаю. Ну, удача нам благоволит сегодня. Еще один лучник. На всякий случай все-таки уворачиваться стоит. Как бы не была велика наша удача, но пробить ее все-таки могут. Так, здесь ничего интересного нет. не буду я задерживаться, потому что зелья расходуется. Готов. Но это обычный сантурион. Не улучшенный. Даже. Вроде бы зелья уже закончилась, да? Нет. еще действует. Ну, а здесь скромненький паучок. И, в общем-то, нам именно сюда и нужно. Но здесь нужно найти взрывчатку. В одной из комнат. Если не ошибаюсь, вот в этой. Замок уровень 100. должен быть где-то здесь ключ. Возможно, где-то здесь. Осмотрим. Все внимательно. Торопиться не будем. пока что ключа я особо не вижу. Вот, кстати, ключик какой-то. Возможно, тот самый. Мне даже жаль, что они не доделали его. Конечно, несовершенство мы встретим позже примерно такого же размера. Но сразиться с роботом в Моровинзе было бы эпично. Насколько знаю, где-то есть мод, добавляющий такую возможность, но он конечно весьма далек от лора. Как такового. А вот мы вскрыли комнатку. И здесь где-то в одном из сундуков должна лежать взрывчатка. Если я не ошибаюсь. Бочонки пустые практически. вот она ранцевый заряд. Две штуки его, но он нужен и в другом квесте тоже. То есть использовать нам его придется дважды. взрывчатка. Устанавливаем заряд, отбегаем и наблюдаем взрыв. Сохраняемся. Я думаю стоит пополнить запас сил, прежде чем мы полезем в эту дыру. Потому что здесь нас скорее всего поджидают. Так, удача у нас пока еще на высоте. Поэтому я постараюсь пробежать таким же быстрым макаром. Не забываем следить за параметрами. Блин. Как не вовремя кончилось зелье. Кончилось мана, вернее. очень не вовремя. Так, ну что ж, пробуем испытать нашу удачу. Еще раз так, но один готов. Смотрим, здесь еще один, но это обычный сантурин, не лучник. Аллея Короля. Не будем торопиться, осмотримся. тут какая-то комнатка есть. Врагов в ней нет. Шкафы. так, наручник возьмем. Вроде бы у меня не хватает наручников в комплекте брони. Немножко я заговариваюсь, я прошу прощения, потому что реально сложные места. что там наше зелье действует еще сохраняемся. Вось еще парочку завалим. Так, один только здесь. Здесь поживиться здесь вроде бы особо нечем. Опа, засада. Зелье наше кончилось, кстати говоря. Зелье кончилось, это значит, что добивать будем обычным образом. Готов. Сохраняемся. какие-то на редкость пустые бочонки здесь. Даже никаких изумрудов рубинов не попадается. Почти все пустые. Непорядок. Сохраняемся снова. Посмотрим, кто нас ждет здесь. обычный паучок. Паучка мы быстренько завалим. Смотрим, эти бочонки тоже. Но они тоже бесполезны. Тяжелая дверь. Так, урагов здесь нет. Здесь мы видим водопад. И немножко воды на полу. Хотя судя по размеру этого водопада тут уже должно было все с повода бутолка затопить. Сохранимся. Вот собственно мы и пришли. Небесная галерея. Это то, что нам нужно. Здесь еще должно быть несколько сантурионов на охране. Не знаю только каких. Так, это лучник судя по всему. Да, лучник. Лучник это плохо. Это очень очень плохо. Один готов. Там вот еще второй. Не известно кто. тоже видимо лучник. Прячемся, прячемся. Нет, не спрячемся мы от него. На удивление ни разу они не попали. То ли я так уворачивался. Причем конечно я сильно сомневаюсь. То ли просто мне повезло. будем считать, что второй вариант более вероятен. Собственно говоря, это и есть та самая погодная ведьма, про которую говорила нам Альмалексе. Здесь мы должны активировать ее с помощью двумерского кагирира, который она дала. с помощью вот этих рычагов регулируется погода. И вот эти вот картинки на стене как раз обозначают сейчас пустой квадрат прямоугольник он означает, что погода обычная. Нам нужно сделать пепельные бури. Должна быть картинка вот она с вулканом. В общем-то и все. Мы всего лишь дернули правый рычаг. Получается все. Давайте сохранимся и попробуем сдать квест. Если нет, то придется грузиться. Я использую вмешатель с тварем сиви здесь. Да, вот она буря. По идее должно все быть в ажуре у нас. ». Отличная работа. Это тот самый эффект, который я ожидал. Мои ординаторы позаботятся в остатках культа и в главаре. Ты очень хорошо поработал. Поговорим с ней снова и возьмем следующее задание. Я весьма довольна, мой верный слуга. Мои люди взирают на погоду и видят в ней проявление божественного подтверждения моей власти. Что-то я сомневаюсь, если честно. Разве какой-нибудь бог когда-либо демонстрировал такую власть над демом и землей? Ну, две меры демонстрировали уже. Это же двумерская машина. А теперь, скрипя сердце, я должна возложить на тебя прискорбную обязанность. Я прошу тебя принести успокоение в душе моей пропавшей руки. Один из моих самых верных стражей, один из моих собственных рук Альмалексии, поклявшийся чтить меня, защищать и служить мне до гробовой доски, потерял разум. Салас Валор покинул меня и теперь на каждом углу распространяет отвратительную и грязную ложь обо мне. Мне очень жаль его, и я знаю, что он не отдает себе отчет о своих действиях. Постоянно находиться в сиянии и излучаемым богом тяжело, и это может свести с ума даже самого стойкого из смертных. Но сейчас он представляет угрозу для нас, и он очень опасен. Боишь, что ты не вправе пощадить его жизнь. Сейчас Салас Валор бродит по улицам и канализации Морнхолда. Найди Салас Валор, избавь его от этой угрозы, мой любимый город, и принеси мир в мой священный город. Вот фраза про канализацию меня первый раз смутила. Я полез искать его в канализацию, хотя на самом деле он благополучно бродит по госсвечу. Вот эта вся ситуация, кстати, вот эти руки, очень напоминает мне сюжет из известного... Ну, я с ним познакомился как с сериалом, «Игра престолов». Потом прочитал книгу, там тоже у короля были похожие такие вот персональные стражники пожизненные. Вроде бы их тоже было 7, то ли 7, то ли 9, уже не помню. И тоже был такой отщепенец, за которым все охотились. Ну, они периодически там... В общем, интриги были. И сама ситуация очень напоминает. Вот Альмалексия, ее руки, это вот как раз... Белые плащи, по-моему, назывались они в этом... в книге. Ну, это так, отступление. Значит, мы используем Возврат и... Найдем в Готричи этого Валора. Просто мне интересно, кто у кого сплагиатил. Ну, судя по тому, что Моровинт вышел пораньше, чем книга Джорджа Мартина и сериал, соответственно. То есть небольшой шанс, что... Джордж Мартин вдохновлялся идеями Моровинта. Но мне бы хотелось так думать. Что он тоже поклонник этой игры. Хоть и таким странным образом. Монетки тоже выложим. Ранец пока выкладывать рано, потому что он нам еще пригодится в других... В другом квесте, вернее. Вот, а... В остальном мы, вроде бы, все выложили. Противник, он... Этот Салас Валор, конечно, очень сложный. И вполне вероятно, что... Без фейлов здесь не обойдется. Он очень быстро бегает. Больно бьет он. Вон он, вроде, в зачарованной броне. И зачарованная у него сабля эбонитовая. К сожалению, он первым диалог не начинает. Это бы многое упростило, на самом деле, для меня. Придется мне с ним заговорить. Я для отвлечения, пожалуй, призову сюда Дримору. Сохранимся еще раз. Потому что придется быстренько драпать. Итак, она направила тебя ко мне. Теперь ты ее фаворит. Как удобно. Кто бы из нас не погиб, она не останется в проигрыше. А если мы оба погибнем, то так для нее будет еще лучше. Что ж, я доволен. Возможно, именно так все и должно было закончиться. Я прошу прощения у всех богов и духов, кто бы они не были. И ты тоже можешь попросить прощения у своих богов. Потому что, по крайней мере, один из нас не доживет до захода солнца. И есть большая вероятность, что это буду я. Но голыми руками он меня не возьмет, конечно же. Так. На Дримору он не повелся. К сожалению. Поэтому я использую здесь невидимость. Дримору он, конечно же, завалил с двух тычков. Я попробую понизить ему силу. Так, у меня здесь вот есть новое заклинание. Но у него силы, конечно... ...очень много. И, кстати, он отражает заклинание. Да, сейчас главное успеть, пока он нас не завалит. И остановить силу. Ну, он тупит. Нам это с одной стороны на руку, но с другой стороны он... ...на таком оживленном месте стоит. Что мы можем нарваться нечаянно на стражников? ...на таком оживленном месте. Но все равно. Просто я не хочу убить магией, потому что это... ...будет себе дороже. С таким отражением. А постепенно понизить силу, мне кажется, попроще. Есть. Сработало. И теперь, опять-таки, призываем нашего любимого Дримору. И пусть они сражаются. Но Дримора, конечно... ...проживет недолго. С парой тачков он его вынесет. Нет. Пять или шесть ударов Дримора выдержал. Попробуем Свитошу. С Дриморой на пару. У него, кстати, неплохое зачарование там на этой... ...самбле и бонитове. Но оно быстро кончается, как видим. Практически уже закончилось. Поэтому он теперь обьет обычными ударами. Но все равно очень сильно. Свитоша пережил. В общем-то, своей смертью погиб. Кончилось, вернее, действие заклинания. Но мы продолжаем призывать. Стражники мне нравятся. Вообще все, пофигу им. Битва тут посреди города. До Эдра бегают. Какой-то мятежный стражник сражается. А им вообще-то до фонаря все. Как будто так и нужно. Мне вот интересно, сколько у него здоровья осталось. Надо бы проверить сейчас. А то, может быть, здесь смысла нет призывать никого. Мешаются, конечно, стражники. Очень сильно мешаются. Разгуляться негде. Да, хрен там. Проверим моему здоровью. Давайте попробуем воспользоваться амулитиком. Который у нас есть. Щуто-молнии. И снова постреляем. Так, где-где-где-где-где-где-шок? Ну, в принципе, они покоцали его слегка. Но он лечится. И лечится не слабо. Надо сказать. Снова используем амулетик наш. И снова шарашим его молнией. Главное, чтобы не попался под руку ординатор. Он отражается. Причем не слабо. У меня получается отличиться сейчас особо нечем. Если только вот этим вот самым пальмем зилем. Но боюсь, что его может не хватить. Нормально. Еще разок используем амулетик. Амулетик. И еще разок. Все равно отражает, сволочь. Ну все. Кое-как мы его добили. Дневник дополнен. Салас Валор мертв. Мы можем снять с него ценную броню. Ее ибонитовая сабля. Видим. Удар холода. Повреждение силы. Ну и урон тоже неплохой. Дротики, кстати, почему-то он ими не воспользовался. На мое счастье. Потому что иначе мог бы триндец. Ну и тяжелая броня. Увеличивающая различные параметры и в общем зачарованная. Постоянный эффект. У нас, конечно, перегруз, поэтому я сразу воспользуюсь возвратом. И выложу все это барахло в сундук. Сколько влезет, конечно. Да, уже все. Всего 660 зарядов, кстати. Да, но боюсь, что мы сейчас опять будем накладывать кучу здесь. Потому что сундучки не очень вместительные. Но по логике вещей, да. Такую кучу барахла в один сундук вместить не получится. Но с другой стороны, это ведь всего лишь игра. Можно было сделать сундуки более вместительными. Тем более, не знаю как, тестировали разработчики, когда играли. Барахла накавливается много. Так, и используем вмешательство. Все, что закончим. Доложимся о проделанной работе. Что снизойдет на себя благословение? Салас Валор мертв. Какая невыносимая боль. Но ты верно служил мне, и я намереваюсь даровать тебе свое божественное благословение. Ты хотел бы получить кожу, прочную как железо, мою защиту от парализующего ужаса, или может быть, ты хочешь всегда купаться в согревающем тепле моего божественного сияния? Да, но здесь она предлагает три бафа постоянных. Согревающее тепло, насколько я знаю, увеличивает здоровье, но немножко, совсем чуть-чуть. Кожа как железо, я, честно говоря, не помню, но нам это без нужды, потому что мы в ближнем бою не воюем. Поэтому я выберу защиту от паралича. Я думаю, будет нам более полезно. Давайте посмотрим, что она тут нам наколдырила. Устойчивость к работе. А, это ботинки. Изящная сорочка. Мантия. Это зелья работает. Вот, сопротивление параличу, но всего 20%. Ну, не особо, конечно, много. Так, давайте посмотрим на время. В принципе, у нас еще время неизрядно. Поэтому берем новый квест. Пришло время поговорить о серьезных вещах. Я наблюдала за тобой с момента твоего прибытия в Варденфелл. Ты был сильным и верным моим слугой. Только что об этом узнал, честно говоря. Никто, кроме Нерыварина, не смог бы совершить то, что совершил ты. Ну, да. Вивика завалил в наглую. Только Нерыварин мог такое сделать. Как долго я ждала этого. То есть, она ждала, пока я завалю Вивика. Мой Нерывар наконец-то вернулся ко мне. Я наблюдала из своего храма за попытками многих претендентов, но все они потерпели провал. Я верю, что ты именно тот, о ком говорится в пророчестве. Теперь я верю, что ты и есть Нерыварин. Хотя я видел многих и многих, которые, как ты, приходили и уходили, я практически уверен, что ты и есть дитя пророчества. Пришло время вернуть тебе свое положение. Вместе мы сможем опять объединить Морровинд и освободить его от Ерма Империи. Заговор Долгие годы Кимеры и Двимеры воевали друг с другом. Двимеры презирали Даэдра, которым поклонялись Кимеры и ставили превыше всего свои металлические создания. И только тогда, когда Нордлинги вторглись в Рездайн, эти две нации смогли объединиться в одну под предводительством нашего Нерывара и короля гномов Думака. Гномы это, очевидно, Кимеры. Нет. Двимеры. Домы это Двимеры, а Кимеры это будущие Данмеры. Что-то я запутался сам. Вот. Со временем эти два генерала стали кровными братьями и в тот день, когда Нерывар и Я поженились, Думак презентовал нам пару клинков Огонь Надежды и Истинное Пламя. Это два непроизойденных клинка вершины мастерства Двимеров. Эти клинки горели неземным огнем и один их вид повергал наших врагов в ужас. Мой клинок в целости и сохранности но не могу сказать того же об истинном пламени клинке Нерывара. Он был утерян во время битвы при Красной Горе. Это клинок Нерывара. В битве под Красной Горой истинное пламя был разбит, пламя погашено и в дополнение ко всему эти части еще и потеряны. Просрали все полимеры, как говорится. Пришло время тебе, Нерыварин, восстановить этот клинок и опять занять свое место рядом со мной. У меня есть только одна часть, которую я и передаю тебе. Посредством своей магии я смогла определить, что остальные части клинка находятся где-то неподалеку. Найди эти две недостающие части и выкуй его заново. Только ты можешь справиться с этой задачей. Нерыварин. Лучшие оружейники во всем Тамриэле собраны в моем городе. Когда ты найдешь все части клинка, найди лучшего из этих мастеров и поручи ему эту работу. Так, ну в общем-то нам дали часть двумерского клинка. А вот она. И нам нужно искать другие части. Одна часть находится у корода, с которым мы сражались. Поэтому нужно сейчас отправиться во дворец и договорить с ним. Я просто это заранее знаю, не буду уже тут бегать, долго искать. Кород в тронном зале, как и обычно стоит. Оплакит свое бесславное поражение. Так, чемпион, нам нужны части клинка. Поговорим с ним давайте по этому поводу. Это оружие дал мне мой отец, когда я был еще ребенком. Он сказал мне, что пока я ношу его, никто не сможет победить меня в бою, пока не придет тот, кому он принадлежит по праву и не заберет его меня. Теперь я знаю, что ты тот, о ком он говорил. Я отдаю его тебе с чистым сердцем. Пусть он служит тебе так же верно, как он служил мне. Нам дали вот это странное двемирское оружие. В принципе, уже можно им рубить, но урон небольшой и цена, соответственно, напоминает эбонитовую саблю, но такое куце. Вторая часть клинка, третья вернее часть. Находится в музее артефактов местном. Прежде чем туда идти, нужно взять парочку артефактов. Я думаю, что отдам вот этот кинжал и больше здесь у меня ничего нет. Мантию лича может быть она возьмет. Давайте попробуем. здесь смысл в том, что за свою часть клинка с нас потребуют два артефакта, принесенных в дар музею. То есть не проданных как стандартным образом, а именно принесенных в дар. Дом Геона Аулина кажется вот здесь, да. Добро пожаловать в музей артефактов Морнхолда. Так, музей артефактов. Ну вот она предлагает продать какие-нибудь артефакты, но всего лишь за 30 тысяч. То есть любой артефакт они покупают не более чем за 30 тысяч. Либо половину его стоимости. вообще лохотрон. Но мы спросим у нее про кстати Манчо Лича берет. Так что нормально все. Спросим про части клинка. Части клинка Наревары здесь в Морнхолде. Вот что я не отказалась заполучить свой музей. Не могу сказать, что когда-либо видела что-нибудь подобное, но у меня есть один предмет датируемый приблизительно тем же временем и похоже он имеет в местах происхождения. Я еще даже не выставила его, потому что не смогла правильно идентифицировать. Это щит двумерской работы, но он какой-то нетрадиционный. С какой стороны на него не посмотреть. Кажется, что его части не подходят друг к другу. меня терзает сомнения о не подделка ли это. Я полагаю, что могла бы расстаться с ним, но мне понадобится некоторая компенсация. Ну, вот она предлагает нам парочку предметов принести в дар. Так, давайте спросим про кинжал. Именно нужно пожертвовать. Бесплатно то есть отдать. И мантию лича также пожертвовать. И снова спросим у нее про части клинка. Вот. Она отдала нам двемирский боевой щит. Где он? Вот он. Вот так он выглядит. Со штырем таким торчащим. вот. И давайте посмотрим где здесь наши предметы. Кинжал Симаха появился. А мантия лича видимо на втором этаже. Да, вот она. Ну, а вот этот предмет здесь был изначально. Молот стандара. Вес 1000. Состояние 100. Удар 20 160. Я так полагаю, что при хорошем прокачанном персонаже, то есть сила которого позволяет носить этот предмет, один удар таким молотом сломает его полностью. Ну, и урон у него, конечно. Не знаю, я никогда не пользовался, честно говоря, даже не предполагаю, что это возможно. Серьез им пользоваться. Может быть кто-то когда-то делал такое. Хотелось бы услышать такие комментарии. Вот, все эти тумбочки естественно предназначены для этих самых артефактов. Часть из них перечислены вот в этой книге. То есть их можно принести, она их купит. Но, как бы я этим особо никогда не заморачивался. части клинка мы нашли. Теперь нам нужен кузнец. Кузнец естественно обитает вот здесь в зале мастеров. Это тоже невеликая тайна. Кузнец это вот этот орк в неполном адамантине. Спросим у него про выковать клинок. Я могу сделать любой клинок, какой только пожелаешь. Меня не волнует чем он раньше был или кто такой этот нерывар. Принеси мне части, я соединю их вместе. Так что клинок он будет лучше, чем новый. Бесплатно причем. Но мне нужно сначала получить все части. Давайте отдадим ему части. Где это у нас? Двимерский боевой щит. вот. Древнее творение определено. Дай-ка посмотрю. Как я и думал, эти две части не должны быть соединены. Это похоже на обычный двимерский щит с еще одной присоединенной частью. Надеюсь, ты не слишком много заплатил за этот щит, дружище. В нем нет ничего особенного, как я понимаю. Но вот эта вторая часть, впрочем, интересная, двимерского происхождения, но ничего подобного я раньше не видел. он разделил наш щит на обычный щит и часть клинка. И теперь мы можем поговорить с ним по поводу выковать клинок. Какие интересные кусочки. Я могу поработать с ними, сделать лучший клинок из тех, что ты когда-либо видел. Я думаю, ты можешь отличить Дейкотану от ножа мясника. С чего бы. Возвращайся ко мне через два дня, и ты получишь свой клинок. Теперь оставь меня в покое. Очень вовремя он все это сказал, потому что время эпизода у нас подошло к концу. В следующем эпизоде мы продолжим эту линейку квестов. На сегодня это все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.